Приветствую нас, Элина. Ваша ситуация интересна тем, что у вас есть достаточно здравые мысли, которые, в общем-то, являются довольно реалистичными, довольно конструктивными и позитивными, но, к сожалению, которые в данном случае приносят вам лишь только боль, лишь только негатив, лишь только проблемы и прочее-прочее-прочее. Вы пишите, что отношения с мужем стали отстранёнными. И понимаете, какая штука? Если отношения с мужем стали отстранёнными, то у этого есть причина, к сожалению. Понимаете? И ответственность за то, что отношения стали отстранёнными, да, лежит на вас. И это не касается вашей внешней привлекательности, потому что вряд ли вы стали хуже выглядеть и вряд ли вы стали менее привлекательными. Вот. Это касается именно психологического аспекта ваших взаимоотношений с мужем. Вот. Вот видите, вы говорите, отношения с мужем отстранённые. Почему? А дальше вы пишите, он периодически интересуется окружающими его женщинами. Ну, он интересуется окружающими его женщинами именно потому, что ваши отношения стали отстранёнными. Если бы они не были отстранёнными, он бы другими женщинами не интересовался. Да? А, вот. И, соответственно, как бы нужно понять, нужно понять, вот как и что произошло, да, что привело к такой отстранённости между вами. Вот. Дальше. Вы говорите, что я не могу смириться с этим. То есть вы не хотите, чтобы мужу было хорошо. Ведь в других женщинах муж добирают то, чего ему не хватает. Вот. Вы ему этого не даёте. Вот. А он добирает то, чего ему не хватает. Вот. И вы говорите, нет, ты не должен этого добирать, ты не должен быть счастным. Разникает вопрос, как вы относитесь к мужу тогда, если вы не хотите, чтобы он был счастным. А дальше вас это задевает, раз вы злитесь и пытаетесь выместить на нём же это. Вас это задевает. Нужно разобраться в том, как вас это задевает или на чем вас это задевает, лично вас. Вот. И у вас есть потребность во внимание. У вас есть такая вот болезненная достаточно потребность во внимание, которую вы перекладываете. Вот. Но, опять же, своего мужа. Знаете, какая штука? То есть вы от мужа требуете к себе внимания, да, вот таким способом. Потому что вам его не хватает внимания, не хватает ощущения собственной значимости. Вот. И с этим нужно работать именно вам, то есть взять личную ответственность на себя за свою потребность во внимание, которую вы реализуете деструктивным образом через ссору. Вот. То есть это такая вот, ну, мазохистичная позиция. То есть муж на меня внимания не обращает, но пусть он хотя бы будет со мной ругаться и хотя бы проявит ко мне грубость. Так я хотя бы буду чувствовать его внимание. Вот. Данная позиция, она, как правило, идет из детства. Вот. То есть это вот такой привычный для вас механизм получения того внимания, которое вам нужно было. Вот. Вот. Вот это то, что касается, значит, то, что касается ситуации. То есть вы не спрашиваете, ну, я думаю, например, чего тебе не хватает и чего я хочу. Вместо этого вы просто требуете от него чего-то и говорите, что он вот как-то поступать, ну, не должен. Так. После чего я жалею себя. Вот. Недостаток любви. То есть вы себя недостаточно любите, показательно обвиняя мышь, безразличие, безразличие и грубости. Ну, так вы выращаете свою любовь к себе. Правда, делаете это очень, очень, ну, деструктивно. Блаучая мысль может изменить ему, чтобы отличить. Это месть, принцип Талиона. Око за око за зуб. Это крайне деструктивная позиция. Вот. Но не могу. То есть да, вот вы не хотите решать проблему, вам проще изменить. Но что это вам мешает? Опять же, что? Пытаться стать более привлекательной, чтобы дотмить потенциальных соперниц, тоже не хочу об этом ненормально. Здесь вы сравните себя с другими людьми. Вопрос не в том, стать привлекательной. Вопрос в том, какой вы сами хотите быть. Для себя, не для него, не для кого-либо. Может быть, я засыклен на муже. Вы, не то, что вы засыклены на муже. Вы можете быть засыклены на чем угодно, если вам не хватает вот этого вот, вот этой возможности реализовывать себя. Я считаю, я считаю его поведение ненормальным для брака. Его поведение нормально для брака, потому что вы также, как бы, ответственны за то, что ваши отношения стали отстраненными. Ещё раз. Отношения стали отстраненными от ношенья Понимаете, не его отношения, а ваши отношения. Так что вы тоже стали отстраненными. Ваша ответственность тоже есть. Вы игнорируете свою ответственность в помощи, перекладывая ответственность на своего мужа. Вот. Объясните, что со мной происходит? Объясни, что делать, что делать, чтобы что. Что делать, чтобы что и altro, если гармонизировать отношения, брак, Если гармонизировать отношения в браке, да, это одно, если разобраться в себе, это другое, так что вам нужно сформулировать достаточно четко для себя свой запрос, и вообще с этим запросом работает после того, как, ну, после того, как будет он сформирован, вот. Если вы не знаете, где вы хотите, то опять же, психолог вам поможет с этим разобраться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.